Ощущение, что мы негому не нужны, что мы сами по себе. Так говорят о своем положении жители хутора Бетеляк Быково-Отропского муниципального образования. И их прекрасно можно понять. Стоит лишь лично побывать на месте и посмотреть на все своими глазами. Здесь образовался целый комплекс проблем, каждая из которых, дополняя друг друга, делает жителей хутора в буквальном смысле слова оторванными от материка. Размытая плотина, которая соединяет остров с, как называют ее сами хуторяне, большой землей, многолетняя головная боль местных жителей. Полное отсутствие транспортного сообщения – это еще полбеды. С острова не могут выбраться сами люди. Во-первых, не на чем. Во-вторых, даже если удастся найти лодку для переправы, не каждый сможет забраться на другой берег. Просто дело в том, что даже на лодке переправляться, все жители, особенно кто пожилой, кто не умеет плавать, у лодки вываливается дно. Во-первых, это холодная вода в основном. Во-вторых, если человек не умеет плавать, то это для него будет последняя переправа. И есть еще момент. Если ты уже переправился на этой бедной несчастной лодке, ты не провалился, не утонул, не замерз, то ты не залезешь. Потому что там обледенело все. Там нет ступенек, там нет пристани, там нет причала, там ничего нет. Могу сказать, что мне 40 лет, и даже мне в бодрости духа тяжело здесь подниматься, особенно в осенний, весенний период, просто подняться невозможно. У нас проживают пенсионеры, которые просто с трудом ходят. Как они добираются, я понятия не имею. По словам закоренелых жителей Бетеляка, в советское время на хуторе проблем с плотиной не было вообще. Засыпалось вовремя и качественно. Комфортно было круглый год. На острове даже работали магазин и начальная школа. Жители села искренне недоумевают, почему же сейчас вдруг они оказались отрезанными от мира и испытывают ужасные неудобства в любое время года. Хотя несколько лет назад проблему, казалось бы, удалось решить. Но оказалось, что ненадолго. Пару лет у нас занимался этим вопросом, если не ошибаюсь, Пугачевская мелиорация. Это был 16-17 год. Замечательно. Весной 17-го года, в апреле месяце, по плоти можно было свободно ездить. То есть до начала разлива сообщение было открыто постоянно. И ребята говорили, то есть при наличии бюджетного финансирования мы можем вам сделать любую плотину, любое сооружение. У нас есть и силы, и средства, и проектные возможности. Но почему-то от их услуг отказались в дальнейшем. От услуг отказались, а вот обещать не перестали. В прошлом году была администрация наша. И в этом году они были. Все нам обещали. Говорили, что завезли материалы, тетрайдеры, трубы и все такое. И денег было выделено порядка 4 миллионов. На что я удивился, как же они будут строить это без проекта. Они сказали, что все нормально. Но в этом году выясняется, что они решили все-таки заказать проект. С этой суммой, да, ну там какая-то там третья-четвертая часть, грубо говоря. Но даже с этой суммой она бы могла быть платена. Но никто ее не захочет делать. Обещали решить вопрос с плотиной и в этом году. В мае сказали, как только поводок сойдет, так сразу и приступим. Тетрайдеры лежат, и трубы тоже, говорит глава Балаковского района Александр Соловьев. Планировали сделать все по уму. Но на дворе почти осень. Уже почти год, как хуторяне доставляют в родной дом только самое необходимое. Крупы, сахар, воду, корма для птиц и животных. И то, каждая такая вылазка, что называется в свет, это целое приключение. Турпоход повышенной сложности. Мешки тащат через поврежденную плотину на себе. Штурмуют препятствия вброд в воде выше колена. Ну как вы понимаете, на рынок выехать, это практически невозможно. Это опять же, все тащить надо на себе до машины куда-то там. Там грузиться, ехать еще, либо так по полю, либо так по полю. Самое интересное, если уж прямо конкретно про нас рассказывать, то наша птица живет лучше, чем мы. Потому что мы не можем, у нас газовой плиты нет, мы не можем привезти. У нас мебели нет, мы спим на полу. Так что делайте выводы сами. Стоит оно того? Не стоит. Так что мы уже подумаем, у нас плохенький домик сейчас. Его нужно поставить более-менее на ноги, но средств и возможности доставки нет никакой. Вряд ли какая-то помощь там имеется вообще людям, которые переезжают из города в село. Я как-то слышал про нее, но все это только слухи, мне кажется. С жизнеобеспечением на острове все печально. Из благ цивилизации лишь электричество и мобильная связь. Газа, канализации и уж тем более интернета на хуторе нет. Добраться до бетилека, медикам или пожарным в случае необходимости в данный момент практически невозможно. Из средств пожаротушения емкость от ЗИЛа на 3 кубометра, которую хуторянам любезно привезли соответствующие службы несколько лет назад. Я думаю, вы сами видите ее функционал. Ее функционал только для хранения воды. Если учитывать, что это наша пожарная безопасность, которая обеспечивает безопасность всего острова. Ну, вы сами подумайте. Значит, речка находится у нас порядка сколько метров на другой улице. Ее надо еще наполнить и еще доставить к месту возгорания. Но, как вы видите, колеса у нее нет. Сама она вряд ли ходит. Весит она много, да, водичка в ней есть, слава богу. Но нет ни помпы, вот я не вижу здесь ни помпы, ни пожарных рукавов. Надо бы у пожарников спросить, как они оценивают нашу безопасность в плане пожаров. Немногочисленные жители хутора Бетиляк живут дружно, во всем помогают друг другу. Да и место здесь действительно чудесное. Природа, воздух, вода. Вот только очень хотелось бы жителям Бетиляка, чтобы вода эта приносила удовольствие, а не создавала преград. Евгений Афонин, Надежда Бабалова, Балаковский репортер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова